Конкурсную комиссию возглавил глава Димитровграда. В комиссию вошли в том числе сотрудники аппарата и депутаты Гордумы, причем от разных фракций. Прием документов на вакантную должность главы администрации осуществлялся с 7 по 14 июля. Кандидатов по факту оказалось трое. 12-го числа сдала документы Богатова Татьяна Милина, 13-го выжима Сергея Александровича и 14-го кандидата Алексея Рашидовича. Документы были направлены в кадровую службу. Кадровая служба приготовила по всем депутатам заключения. По соответствующим заключениям все кандидаты представили в полном объеме документы, соответствуют требованиям законодательства и могут быть допущены к конкурсу. Последнее слово за конкурсной комиссией. Допустить или нет. Окончательное решение конкурсная комиссия принимает путем открытого голосования. Против и воздержавшихся не было. Единогласия в рядах. И трех кандидатов, и богатого режима для наших мы с вами допустили на участие в конкурсе. Следующая у нас, я так не знаю, встреча состоится только в 1 августа. 1 августа в соответствии с решением Гордумы пройдут два этапа. Первый – это конкурс документов. Второй – собеседование с кандидатами на замещение вакантной должности главы администрации города. А уже потом депутатский корпус после каникул выберет из рекомендованных претендентов нового сити-менеджера. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.